Сегодня мы вас точно удивим. Такого вам еще никто никогда не показывал. Это древнейшая, эксклюзивная полигональная кладка, где блоки сопряжены в трех измерениях. Об этом поговорим сегодня. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр. Я приветствую вас на проекте «Строи. Живи». Совсем недавно ко мне обратился один человек, который давно уже изучает и очень плотно занимается тем, что изучает технологию древних цивилизаций. Перед вами сейчас эксклюзивные кадры. Это воссозданная в реальных условиях в 21 веке полигональная кладка по технологии этого специалиста. Он специально приехал из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург для того, чтобы воссоздать и с помощью наших строительных профессиональных рук показать вам то, как может быть в современном мире построено сооружение с применением полигональной кладки. Давайте послушаем этого человека. Он очень много интересного вам сегодня расскажет. Всем привет! Меня зовут Константин. Я приехал в Санкт-Петербург к Александру для того, чтобы построить первую в мире беседку по технологии полигональной кладки. Расскажу о себе. Я изучаю древнюю историю порядка 10 лет. Знаю практически все объекты на планете, которые выполнены по технологиям, до сих пор недоступны нам. На сегодняшний момент особый интерес представляет так называемая полигональная кладка. Встречается она на самом деле по всей планете. Самые примечательные ее образцы – это перуанские объекты, такие как Саксайваман, значит, улицы города Куска, вот, потом Альянта и Тамба – это высоко в горах, там гранитная кладка. Вот, если мы говорим Саксайваман, там известняковые блоки. Вот, блоки выполнены размером и весом порядка где-то 500-300 тонн. Ну, просто гигантские, да, полдома такие блоки. Многие люди до сих пор, ну, гадают, как это делали, для чего это делали и так далее. Но ответ до сих пор не найден. Вот, существует очень большая аудитория, которая интересуется этой темой. Вот, но основная их особенность – это просто поговорить об этом и погадать. Меня это не устраивало, мне всегда была интересна практическая сторона. Вот, изучая все эти объекты, я пришел к выводу, что все-таки это пластичные массы. То есть, в древности люди могли либо размягчать гранит, либо делать искусственные смеси на основе гранита. Что примечательно, как раз в Санкт-Петербурге, в Кронштадте, да, есть одна стена, которая выполнена по этой технологии. Вот, она выполнена не по пластичной, как бы, технологии, а там реально люди заморачивались и выпиливали блоки. Стоит прояснить, что такое полигональная кладка. Полигональная несет под собой смысл, что блоки сопряжены в трех измерениях. То есть, не просто по вертикали и горизонтали, а имеют трех, ну, многолинейные, как бы, линии, да, и все блоки повторяют друг друга. То есть, получается замковые соединения, и кладка без раствора стоит тысячелетиями. Это же без преувеличения, что тысячи лет стоят эти объекты. Сами инки, сами инки, вот в Перу, Мачу-Пичу особенно присваивают строение инкам, но инкская кладка – это просто галыши, накиданные между собой в каким-то раствором поверх вот таких вот мегалитов. То есть, там реально блоки, ну, весом под тысячи тонн даже некоторые доходят. То есть, это было до инков, получается? Это было до инков, да. Но официальная история, естественно, говорит, что это строили культуры инков. Но сами местные жители говорят, что наши предки рассказывали о том, что это все было до нас. То есть, мы пришли сюда, когда все это здесь было. То есть, это какие-то допотопные культуры, очень древние, которые владели секретами искусственной обработки камней. То есть, для них это было реально как пластилин. Что размер, что форма – абсолютно не важно. Ну, в общем, если переходя к сути, мне удалось с помощью современных материалов, абсолютно доступных в любой точке нашей местности России и любого другого региона планеты, можно использовать эту кладку как несущие стены в загородном коттеджном строительстве. Можно использовать эту кладку в ландшафтном дизайне, укреплять стены. На самом деле, вариантов масса. И, в принципе, она достаточно доступная. То есть, если сравнивать, например, с бетонными технологиями, она немного дороже. Но плюс тут нужно понимать, что здесь как дизайнерский труд, то есть, это творческий процесс, потому что каждому блоку придается форма уже от автора. То есть, он как скульптор создает вот эту кладку. Значит, год назад я сделал первую модель. То есть, я когда нашел оптимальную дешевую смесь, которая будет полностью имитировать природные камни, такие как мрамор. То есть, мы можем, на самом деле, делать любую расцветку, любые разводы и так далее, имитировать абсолютно любой природный камень. Вот. Я решил сделать модель стены. Ну, где-то весом 500 килограмм небольшой макет. Снял об этом ролик. И через некоторое время мы познакомились с Александром. Вот. Как раз, когда я узнал, что он из Питера, и у него крупная строительная фирма, я подумал, что это самое, ну, как бы, самое оптимальное решение для того, чтобы дать жизнь этой технологии, как бы, скооперироваться с человеком, который специалист в сфере строительства. Так как я больше, как бы, идейный человек и больше занимаюсь другими вещами. Но вот технология полигональной кладки мне не дает покоя уже много лет. Вот. И мы приехали в Питер и сделали за неделю 15-метровую беседку. Вот. 15 метров это протяженность стены. 15 метров протяженность с блоками порядка 500 килограмм. Самые большие блоки мы заложили порядка 500 килограмм. Каждый блок между собой повторяет другой блок. То есть разобрать ее практически невозможно. Как специалисты-историки говорят, между блоками не просунуть и лезвие ножа, или бритвы, или человеческий волос. Вот здесь даже человеческий волос не пройдет. Потому что в процессе формирования блоков он повторяет полностью структуру предыдущего. И можно сказать с уверенностью, что мы добились именно трехмерного сопряжения блоков на порядок выше, чем у тех древних строителей в Куско, в Перу и так далее. Потому что там были по кривиненным плоскостям сопряжения более ровные линии. У нас они более гнутые. То есть реально разобрать эту стену нереально. То есть если блоки уже более 100 килограмм, то в принципе они будут стоять вечно. Все коттеджи через тысячи лет здесь растворятся, но эта беседка будет стоять. Эта беседка переживет еще не одно поколение домов вокруг. Так, друзья, вы послушали мнение Константина. Теперь я хочу со своей уже строительной точки зрения на что обратить внимание. Во-первых, что мне понравилось. Хоть мы здесь самый элементарный фундамент залили ленточный под это дело, но я абсолютно уверен, что фундамент такому строению вообще не нужен. И по-моему есть примеры тому, что во всех этих кладках они не стоят ни на каком фундаменте. Да, есть улицы города Куско, там особо примечательные блоки по своей красоте. Если обратить внимание, они стоят на мелких галышах. То есть у древних было какое-то понимание. Тем более нужно обратить внимание, там особо сейсмоопасные районы, там часто трясет. И преимущество, кстати, этой кладки, Александр вставит, кстати, фрагмент, где гипсовая модель стены, вот по такой технологии ее трясет. И после как бы тряски все блоки встают обратно на свое место. То есть для примера, с обычной монолитной, даже армированной бетонной конструкцией, если начнет трясти, то там пойдет трещина по всему, как бы по всей стенке, и все, от нее никуда не деться. Здесь, если начнет трясти, все блоки пошатаются и встанут обратно в свои пазлы. Ну вот, это особенность. Именно как бы если в горах делать, применять и так далее. Но сама по себе кладка действительно, наверное, не нуждается в фундаменте, потому что за счет вот этой сцепки и монолитности конструкции, но при этом как бы связки, каждый блок все равно получается абсолютно отдельно и друг от друга. Вот. Именно и достигается вот эта связь, в которой не нуждается в фундаменте. То есть если какая-то часть начнет проваливаться, она не уведет за собой всю остальную как бы часть. В общем, фундамент здесь полноценный, вот как ленточный фундамент или, допустим, плита здесь не нужен. Здесь нужна качественная подготовка. Почему? Потому что просадка, все равно даже если она будет, она должна быть равномерной. Следующее преимущество, которое я вот для себя отметил, это эстетика в плане внешней и внутренней отделки. То есть мы специально сделали здесь, с внутренней стороны беседки, ровные стены. Здесь проложить уровень. В принципе, вот погрешность будет не больше 5 миллиметров между блоками. То есть ровность стены вот достигает такой погрешности. А снаружи мы сделали дутую ее. То есть специально, для того, чтобы вам показать, что могут быть два варианта. Либо ровная стена, либо она дутая. При этом, что примечательно, внешнюю и внутреннюю отделку здесь делать больше не нужно. И в таком первозданном виде, вот в таком виде, как мы ее создали, она может стоять тысячелетия. И никаких затрат, абсолютно никаких затрат на отделку нет. Ведь есть объекты, на которых произведена облицовка гранитными плитами. Как бы качественно ее не закрепили, все равно через 5, 10, 15, 20, 50 лет она отвалится. Здесь просто нечему отваливаться. Правильно? Здесь нечему отваливаться. Все блоки монолитные. И за счет веса, за счет массы объекту придается вот эта монументальность. То есть даже здесь, стоя рядом с блоками всего по 500 килограмм, уже ощущается ее как бы массивность. То есть глядя на нее, понимаешь, что с ней ничего уже никогда не случится. А, кстати, сами блоки по прочности сродни как бы природному граниту. То есть они не поддаются никакому воздействию ни на сжатие, ни на растяжение, ни на хрупкость. Мы тут пробовали раздолбить кувалдой. Один фрагмент у нас немножко как бы неудачно получился. Но мы занимались этим час, то есть чтобы вынуть. Поэтому как бы блоки достаточно прочные для того, чтобы несколько, по крайней мере сотен лет, не задумывался об этом. Если мы говорим о строительстве какого-то родового поместья, которое по наследству переходит поколение в поколение, то как бы вот такие дома будут абсолютно уникальными, эксклюзивными и радовать душу и глазу. Сферу применения хочется обозначить. Вот здесь мы залили, ну, нам заказчик этого дома из клееного бруса. Мы уже как только не издеваемся над его участком. Разрешил нам создать вот такую беседку именно по технологии вот этой полигональной кладки. То есть здесь стены этой беседки и столешница под будущем, основание под будущую столешницу выполнено по этой технологии. Где еще можем применять? Я абсолютно уверен, что это будет классная идея для цокольного этажа. Да, он может быть неотапливаемый или отапливаемый в режиме эксплуатации типа гараж, но не как дом. Я очень долго думаю, уже давно думаю с того момента, как впервые услышал о этой технологии, получил предложение создать эту беседку о том, как такую стену сделать, ну, то, что она непродуваемая, это я интуитивно чувствую. Проверить пока, к сожалению, на этой постройке мы никак это не можем. Это точно. А вот как ее сделать энергоэффективной еще и придать ей теплозащитные свойства, есть определенные мысли, но не при такой толщине. Здесь толщина стены у нас составила 35 см. Высота 80, ну, 0,8 метра. Кроме цокольного этажа, я думаю, что это очень здорово, такая технология может пригодиться при создании каких-то малых форм, это может быть цоколь заборов, это может быть очень здорово будет работать в качестве подпорных стен, причем они будут вечные, подпорные стены. Понимаешь, да, о чем речь? Конечно. Это вот где перепады высот, где надо удержать склон. Мне кажется, это будет великолепная технология, подходящая к этому. При том, что она будет вписываться в ваш ландшафт, это очень красиво, это понятно, что вкусы у всех разные, кто-то хочет строго геометрические формы, там, газобетон, какой-нибудь блок, кирпич или просто бетон, вот, но здесь такой творческий процесс до самого последнего момента для нас, для всех была загадка, что же в итоге у нас получится. Мы сделали очень много выводов, мы поняли, как некоторые погрешности, которые бросаются сейчас в глаза, можно будет в дальнейшем устранить. В принципе, я думаю, что если кто-то из зрителей нашего канала захочет нечто подобное, мы уже сделаем краше, чем сейчас. Вот. Теперь хочется перейти, наверное, к вопросу технологии. Если кто-то захочет, ну, вот мы специально в этом ролике ничего не показываем. Как мы это делали, вы можете строить догадки, можете писать комментарии на этот счет, как угодно, но если кто-то захочет нечто подобное повторить, изучить и освоить эту технологию, то, пожалуйста, Константину ссылка, ну, лучше сам расскажи. Да, значит, ну, так как мы первые в мире, кто в современности повторил эту технологию, вот, естественно, как бы мы решили адаптировать ее и сделать доступной для масс, которые, ну, заинтересуются подобными изделиями. Вот. Я создал сайт, там все очень просто, там есть примеры всех расцветок, под какие камни можно сделать. вот, сделал абсолютно бюджетную стоимость, то есть, там есть ролик, где я делаю макет стены и после оплаты, значит, стоимость всего 5000 рублей мы сделали, ну, просто как бы бросаю, чтобы человека, как бы, ну, хоть как-то замотивировать, ну, точнее, нас хоть как-то замотивировать все это сделать. вот, после оплаты 5000 рублей через Яндекс.Кассу у вас появляется доступ к материалам, ко всем пропорциям, к рецепту изготовления этих блоков, вот, и весь видеоролик показан процесс как раз возведения той стенки, которая демонстрируется в первом ролике, который, ну, размещен на сайте. Вот. Если же вы хотите, чтобы вам это сделали, то, милости просим к Александру, да, мы обучились совместно, и теперь можем это все дело масштабировать. Коттеджи, что угодно, да, заборы, беседки, колодцы, то есть, ну, кто во что гораст. Здесь очень интересно, если грамотные архитекторы смогут скомбинировать вот подобные стены цокольных этажей, особенно будет красиво смотреться в горной местности, либо с перепадом высот, то есть, ее можно комбинировать с деревянными конструкциями, там, с, допустим, с армированными и стеклопакетами. Первый этаж у нас цоколь идет вот в виде такой кладки, а дальше уже остекление с видом там на море и так далее. то есть, как бы, причем в процессе возведения в саму кладку можно вмонтировать уже стеклопакеты, все, что угодно, там, какие-то оконные проемы, дверные проемы, то есть, это в процессе возведения. Еще, чем удобно, то есть, не нужно, когда, вот, официальная история, говорит, вот эти блоки, там 500 тонн, эти древние как-то возили, непонятно, то есть, на самом деле, как они их возили и так далее. Но у нас свое мнение на этот счет, что ничего никто не возил, а делали все на месте. Не мы ничего не возили. Да, мы ничего не возили, а сделали все на место. Соответственно, если у вас дом высоко в горах, с видом на ущелье или там на море, можно сделать и там цокольный этаж, как раз с перепадом высот, и подстроить его под ту как раз местность, которая у вас там, непосредственно тот ландшафт, который там есть. То есть, да, технология легко применима в любых... Да, и приедет КАМАЗ и привезет нужные материалы, то... В любых труднодоступных материалах, можно даже на руках перенести, то еще создана эта кладка. То есть, в принципе, можете обращаться, заявки присылайте через сайт либо через социальные сети лично мне. Сразу скажу, что никто из менеджеров нашей компании даже не в курсе о том, что мы это делаем. Естественно, кроме меня на вопросы касательно полигональной кладки, по крайней мере, в данный момент вам никто не ответит. Но я сразу могу сказать ценник. Почему? Потому что все будут интересовать, сколько же такое чудо стоит. Но это я вот так посчитал. Зависит, конечно, от объема, от цветов, от толщины, от высоты, от этапности, от подъездных путей и так далее. Ну вот, чтобы ориентировались просто. Вот 50 тысяч рублей за куб вот такой кладки. Я считаю, что это вообще невысокая цена для такого эксклюзива. То есть такого просто ни у кого нет. Если вы хотите выделиться, вот то, что вам нужно. Предлагается, действительно, Константин вкратце сказал, что про архитекторов. Я думаю, архитекторы должны точно заинтересоваться этим делом. Вот первый этаж, цокольный этаж, какие-то ландшафтные работы с применением этой технологии точно очень хорошо зайдут. Там, под старину замки и так далее. Так что еще обращайтесь, пропиарим друг друга. А кто хочет, да, то есть попробовать сам и ограничен в бюджетах, вот можете изучить. Но это базовая технология, там просто показано, как это сделать. То есть без каких-то супер-супер нюансов, которые творческие, которые, ну, непосредственно я вот в данном случае применял свои знания в процессе возведения и обучал Александра и его команду. Да. Ну, чтобы вы понимали, это создано двумя подсобными рабочими. За неделю и то мы особо не спешили, потому что, ну, экспериментировали. Это первое. Долго думали, где-то чего-то там размышляли. Но вот, кстати, надо камеру будет потом перевести и обратить внимание, что мы и коммуникация смогли смонтировать и в будущем здесь раковину или мойку, мойку, правильно будем сказать, для заказчика планируем установить. В общем, все возможно. И столбы умудрились вмонтировать в эту кладку. так, что их вообще не сдвинуть. Может, показать, продемонстрируйте. Так, друзья, я, наверное, вернее, мы на этом, наверное, заканчиваем. Не уходи из кадра. Я хочу тебя поблагодарить. Мне было очень приятно познакомиться, поработать вместе. Обращайтесь. В общем, кто хочет технологию туда, кто хочет стройку, ко мне. С вами, как всегда, был Александр и Константин и проект Строежи. До скорой встречи, друзья. Пока. Всего хорошего. С вами был Игорь Негода.